МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До службы готовы! Офицеры военно-транспортного факультета Белорусского державного университета транспорта сегодня урочисто отзначили завершение в учебе. А зараз амгеттым и иншим больше подробязно. Успадшину детям – счастье на земле. Такий лозунг обраны для фестивалю «Славянское одинство-2017», який сегодня проходит у Клинцах. У программе свята – фестиваль «Сузорья талентов», святочная шесть делегаций сумежных областей «Великий славянский карагод», а так само суместный концерт, який подрыхтовали вядомые музычные коллективы России и Беларуси. Подробязности глядите в наших наступных выпусках новинов. У Белорусским державным университет транспорта сегодня отбылось традиционное урочистое мероприемство с нагоды выпуску офицеров военно-транспортного факультета. Все лета его скончили 12 молодых офицеров. За гадом министра обороны им присвоено воинское звание лейтенант. Дипломы гэты молодые люди отримали в аурочистой обстановце у присутности своих родных, близких и старейших товарищов. Офицеров размирковали у части беларуской армии у приватности у два гарнизоны – Услузск и Жодзина. Яны будуть проходить службу на посадах командиров узводов, а самое лепшее – намесников командиров рот. Основное призначение выпускников военно-транспортного факультета Белорусского державного университета транспорта – забеспечение транспортной безопасности нашей краины. Выпуск действительно с каждым годом улучшается. Наши офицеры получают достойные знания, которые им необходимо будет выполнять на практике. И самое главное, что они не уступают российским вузам, которые готовят в Санкт-Петербурге. Поэтому молодцы офицеры, молодцы наши транспортники. Здоровья, удачи, продвижения. Самое главное – подслужбы и легкой службы. Выники деяности промыслового комплекса «Гомеля» за 4 месяца года подвели на посаджение гарвы «Канкама». У областных центра зараз працуют 94 предприемства. У этой сферы занята большая частка насильництва «Гомеля». От выника работы промыслового сектора у многим залежит и формирование бюджету. За 4 месяца этого года покажики становятся узровень вытворчести перевышены большим на 6%. Прибыток перевзошел аналогичный летошний покажек. Так само повеличился объем экспорта. Протягивается освоение новых рынков, причем не только у соседних краинах, а и у далеких замежей. Номинальная наличная среднемесячная заработная плата у сферы за студень «Красовик» взросла и склала больше за 720 рублей. Что тыжится колькости стратных предприемств, то на сегодня их больше за 20. Однако страта отримана ими в разы меньше, чем за такий же период минулого года. Становшая тенденция будет подниматься и далее. А кроме того, в планах до конца полгода поменьшить колькость стратных предприемств до 19. Мы сегодня рассмотрим резервы, какие есть, проработаем, определимся по дальнейшим нашим действиям. Основное, я уже сказал, это увеличение объемов производства, увеличение объемов реализации, своевременное получение выручки и снижение затрат. При этом мы ставим задачу о том, чтобы снижение затрат было не путем оптимизации или сокращения трудовых ресурсов, а потом других, различных организационных, производственных, работе с сырьем и так далее. Решицкий метизный завод выходит на новые рынки сбыту. Продукцию белорусского вытворца выкорастовывается маль у 30 краинах света, среди которых Испания, Болгария, Германия и Франция. Все лета первые парты цвиков и дроту отгружены у Финляндию и Грузию. Решицкое предприемство – самый буйный профильный завод в Европе. Зараз тут выпускается около 12 тысяч тонн продукции в месяц. Это 1400 наименев выработок самых разных померов и призначения. Отповедность усветным стандартам подтверждает высокую якость. На буйные металлоконструкции и трубы наносится устойливый слой антикоррозийного покрытия, от чего выработки не псуются до 100 годов. Ситуация из года в год меняется. Что характерно для этого года? Характерно для этого года зимний рост и летняя нестабильность в спросе, что влечет за собой как следствие понижения цены, конечно. Но и в этих условиях задача завода стоит развивать новые рынки, в те рынки, в которые мы входили в прошлые периоды, наращивать объемы с товарооборотов, с старыми рынками и, конечно же, входить в новые рынки. Ну, для примера, в этом году в западное направление мы вошли в финский рынок, Финляндию начинаем отстраивать, страны Скандинавии. Есть наработки по Норвегии, по Швеции. А также, если восточное направление взять, это грузинский рынок. Индивидуальное газовое тепление охопливало все больше жилых домов по всей Гомельской области. Наши корреспонденты доведались про ближайшие планы децентрализации и побывали в гостях у тех, кто уже осанил якость индивидуальных газовых котлов. Подробязанности в наступном сюжете. Вот он агрегат, он сейчас стоит только на горячую воду. Так, преимущество его то, что я могу в межотопительный сезон в любой момент его включить. Ну и, соответственно, экономия идет. Сергей Нагарняк с гонором показывает своего помощника. С выгляду маленькая шафа. На справе котел индивидуального газового обогрева. Да и аху в доме было централизованное отепление. Таму в межсезонне корысталися электронагравальниками, а в вынику оплачивали великие суммы за электричность. Причем, коли отепление все ж таки было, то горячая водозапеспечения отсутничала. За 9 годов, кажуть, простасовалися, купили бойлер. Правда, часом, каб принять душ, чакали полторы годины, пакуль прибор нагреет воду. На сегодня свои полномутства он передал газовому котлу, який не только наполняет дом теплом, але и заховывая семейный бюджет. Если взять по жировкам сравнить, я где-то на 5 рублей в месяц экономлю только на отоплении. Мало того, на электроэнергии экономлю. Если раньше у меня был электрический бойлер, то сейчас я его отключил, и котел где-то порядка 70 кВт тоже в месяц я экономлю. Проектанты пропоновали свою планировку газовой системы. Правда, для гетаха пришлось обменять кухню. На гетах господары пасти не могли. Проектировщики уличили гет ожидания. Причем, зарабили все за два дни. Дорога за таким особным прикладом стоит больш масштабная история. Котельня, якая колести забеспечивала теплом. Гэты иншая дамы у поселка Уваровича состарела. Как продолжить ее житую и не покинуть людей без тепла, пришлось оботшукать немалую сумму. Тому вырешить проблему одважилися иншим способом. Перевели людей на индивидуальное теплозабеспечение. Увы, неку необходность у котельни просто отпала. Здесь у нас стояла качельная в 70-х годах постройки. Мы ее убрали. Почему убрали? Убрали, потому что качельная уже была старая котлы. Она была издошна. Ее ремонт и на сече нужно было потратить 13 миллиардов рублей на старые деньги. Мы этот вопрос решили за пять. И пришли сегодня к тому, что сегодня есть. И благо людям. Дорога, чаты, кому усталевывали котлы индивидуальных отцеплений, ни за технику, ни за ее установку не платили. Усе выдатки взяло на себе коммунальное предприемство. По таким же принципам техничное обновление идей и в инших районах в области. По Урицкому это довольно крупный объект. Уже разработано технико-экономическое обоснование по децентрализации 50 жилых домов в населенном пункте Урицка. Работы будут там проводиться. И мы планируем в этом году эти дома перевезти. На смену сношенным котельным и тепловым сеткам индивидуальные котлы так само проходят у дамы Хойницка, Гречицка, Жлобинска и инших районов. У европейских краинах такая практика истнует давно, и она себя уже оправдала. Мы же на этот шлях устали каля 7 годов назад. Але эффект бачный уже сёння. Гэта дозволяет экономить не только бюджетные сродки, а и сродки самих грамадян. Причем работать это золиком у всех потребований у безопасности. Ганна Ковалёва, Валерия Гапанько, телерэда у компании Гомель, Будакашалёвский район. Паспяховая я. У Гомеля пройшла бизнес-устреча деловых женщин. Каля 50-ти удельниц мероприемства доведались, где можно отрымать консультационную допамогу и финансовую патрымку для развития своей справы. На сустрече побывала и наша здымочная бригада. Марина Матюха, господиня гандлёвой справы. Тяжко поверить, але гэта юная и вытенчанная девчина керуя бизнесом уже 10 годов. Уласного вопыту достаткова. Але такие сустречы махчымась отшуть агульную атмосферу у экономичной сферы Беларуси, оценить правильность своих идей и установить новые корыстные контакты. Сейчас очень тяжелая экономическая ситуация, не только в стране, но и в нашем бизнесе. Поэтому мы участвуем в таких мероприятиях и надеемся на поддержку. Организатор бизнес-сустречы – один из беларуских банков. Гомель – черговая кропка у деловым маршруте. Ранеце его представники приехали из Минска. Одразу на початку они отзначили, что на дворе у нас больше летняя, атмосфера мероприемства приемная, а деловая активность наших женщин – заздросная. Консультации майстер-класса от профессионалов – это тое, что не перешкодить ни одной, на вот самой удалой и упевненной в своих силах бизнес-леди. За модным словом «консалтинг» пропонова реальной допамоги деловым женщинам рухаться наперед. Дополнительная информация, создание дополнительной бизнес-платформ, где бы они могли обмениваться мнением, где бы они могли заводить контакты. То есть это, в общем-то, концепция вот этого проекта очень правильная. Жанучший бизнес – это частей за все сфера послух. Вытворчость на шмат радей. Представники банковских структур отзначают, что бизнес-леди – больше надейные у пытания вертания кредитов. Яны сто разов узважат все рызыки и только потом примают решения. Тому, например, банк развития только для женщин пропоновае больше лояльные умовы супрацовництва. Мы встречаемся с компанией, мы смотрим на ее потребности. И в каком-то случае мы понимаем, что они уже готовы к такому серьезному консалтингу. Мы им готовы помочь тогда. Может быть, для компании еще, допустим, консалтинг – это такой слишком сложный продукт. Может быть, можно обратиться, например, попробовать на курсы сходить. У нас также есть продукт такой онлайн самодиагностики, где компания может бесплатно пройти, проанализировать свои аспекты и посмотреть, где у нее есть слабые моменты. Недавно сяродделовых женщин нашего региона провели опытание. Оказалось, что у меня просто экономичная ситуация. Больш за все яны мают потребу, миновита, у консультативной допомозе. И готовы тратить на повышение своей адукованности и час, и гроши. Бо веда в бизнесе – это фундаментальный капитал. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля прошел открытый чемпионат областного управления МНС по шматбору и выратовальников. Он продолжился мальтый день. У делу с поборництвах максимально наближенных до реальности приняли 13 команд. Вероника Ворошилина, Володая, под рабязностями. Открытый чемпионат Гомельского областного управления МНС по шматбору и выратовальников все лета уже 15 раз объеднул соправных профессионалов в своей справе. Бо дай самые ведущие с поборництвы разгорнулись на его опошний шестый день проведения. На базе в учебнотренировочного полигона Гомельского филиала Университета громадянской обороны МНС Беларуси были измоделированы пошуково-вратовальной работы во умовах надзвиженных ситуаций техногенного характера. Каждый этап расценивается как выезд отдельно подразделения на тот либо иной вид чрезвычайной ситуации. И вот ребята приходят, готовятся, раскладывают свое снаряжение и оборудование. Им дается старт и необходимо на этом этапе, где они выступают, спасти всех пострадавших. Будь то это завалы, будь то это транспортные аварии. То есть везде находят пострадавших, эвакуируют к месту сбора и условно передаются медикам. Проведение вратовальных работ на Вышине и проходжение домокамеры у специальных аппаратах. Ликвидация шматонных бетонных блоков. Удельникам с поборниц того были пропонованы ситуации максимально наближенные до реальности. Уличивалась охоткость и якость переодоления в опробованию. Очень хорошее ощущение. Не ожидали, что такие получатся соревнования хорошие. Моделирование всех штатных ситуаций, которые у нас на службе. Интересно пройти, поучаствовать. Что-то есть новое узнать для себя. В тренировках даже такого нету, как проходим на службе. Тут все более радоподобно и качественно. Особливо напал эмоции по счастью с поборниц того на умовные присоции по ликвидации наступства серьезного дорожно-транспортного здоровья. Треба отзнашить у кабинах аутотранспорта на этот раз находились не манекены, а соправданные живые люди. У каждого таймер за дликом хвилин. Первый сел, что яких лишится, что человека вырытывать не удалось. Безумовно, это дадало у дельникам с поборниц того еще больше отказности и хвалявания. Однако все команды продемонстровали близкушие навыки по даблокированию потерпелых золототранспорту, оказанием первой медицинской и психологичной допомоги. У целом у чемпионате приняли удел 14 команд. Это вратовальники из разных районов Гомельской области и 2 из города Минска. И они продемонстровали свое прав, мастерство и умение коллективно справляться навыц самыми складанными надзвучайными ситуациями. И что самое, галоуны обвинялись передовым опытом. Вероника Варашилина, Александр Гарлампа, у телерадиокампания «Гомель». Гэта иншая новинная вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин